Парень ходил пешком 20 миль на работу, но однажды полицейский выследил его и понял причину. Полицейская машина поравнялась с Робертом, но он продолжал идти вперед. Он должен был успеть. Еще 10 миль, и он будет на месте. Роберт переехал в Хомвуд, штат Алабама, со своей матерью после трагедии. Они надеялись наладить свою жизнь после того, как их дом был разрушен чудовищным ураганом Катрина, и хотели начать все сначала. Роберт был 20-летним студентом, но он был полон решимости работать, чтобы прокормить свою мать. Он и не подозревал, насколько это будет тяжело. Роберт слышал, что есть вакансия в грузчиков транспортной компании, расположенной примерно в 20 милях от того места, где он жил. Добираться было далеко, но у него была старая надежная машина, так что он приехал, заполнил заявление, и ему повезло, что он попал на собеседование прямо в тот же день. Роберт пожал руку менеджеру по найму и согласился приступить к работе на следующий день. Но всего в нескольких футах от дома его старая машина остановилась. Сердце Роберта учащенно забилось, когда он открыл капот и заглянул внутрь. Из всех дней его машина выбрала именно этот, чтобы окончательно сдаться и умереть. К его ужасу из двигателя повалил дым, и Роберт понял, что завести его снова не получится. Роберт достал телефон, чтобы сообщить менеджеру, что выйти на работу он все-таки не сможет, но затем передумал. Роберт был молод и подтянут, но все же 20 миль – это расстояние, которое невозможно преодолеть пешком. Но Роберт был полон решимости. Возможно, он сможет это сделать. Он ввел адрес в навигатор, а затем заплакал от увиденного. Ему потребовалось бы семь часов, чтобы добраться туда пешком, а денег на ремонт машины у него не было. Что Роберт мог сделать? Ему нужна была эта работа. Его мать была не в состоянии платить за жилье, и они могли снова оказаться бездомными. Роберт просто не мог этого допустить. Он должен был попытаться. Поэтому он поставил будильник на 12 часов ночи и попытался как следует выспаться. Когда пробило 12 часов ночи, Роберт проснулся. Он натянул свои самые удобные кроссовки, накинул куртку и вышел в ночь. Дорога туда заняла бы семь часов, но он был полон решимости добраться до клиента вовремя. Как будто 20 миль изнурительной дороги было недостаточно. Жизнь решила подкинуть Роберту еще один сюрприз. Мужчина начал свой путь быстрым шагом, но к тому времени, как он преодолел половину пути, его ноги дрожали. Под градом катился по его лицу, а ступни горели. Он прошел более 10 миль, и напряжение давало о себе знать. Мысль о том, что он может потерять работу в первый же день, поддерживала его. И он сосредоточился на том, чтобы снова и снова переставлять одну ногу за другой. Затем он увидел синюю вспышку. Он был слишком сосредоточен на том, чтобы заставить свои ноги двигаться, чтобы оборачиваться, но машина следовала за ним по крайней мере последние 10 минут. Было 4 утра, а ему еще предстояло пройти много миль. Затем машина моргнула форами и коротко взвыла предупредительной сиреной. И Роберт понял, что едут точно за ним. Роберт повернул голову и увидел, что к нему подъезжает полицейская машина. «Куда это ты так торопишься, приятель?» – многозначительно спросил полицейский. У него была тяжелая и поздняя ночь на службе, и меньше всего ему хотелось новых неприятностей. Роберт, задыхаясь, попытался ответить ему, не сбавляя шага. Он прекрасно понимал, что часы тикают. Полицейский увидел достаточно и приказал Роберту сесть в машину. Полицейскому не хотелось выяснять, что этот молодой человек делал на улице в столь поздний час. По его мнению, он замышлял что-то нехорошее. Но когда Роберт собрался с духом, чтобы объяснить ему причину своей ночной прогулки, глаза полицейского расширились от изумления. Офицер Томас Грей многое повидал в своей жизни, но решимость этого мальчика поразила его до глубины души. Следующие шесть миль они проехали в молчании, пока Роберт не увидел вдалеке дом клиента. Облегчение нахлынуло на него волной. Он успел до того, как закончилось время. Он поблагодарил офицера Грея и, пошатываясь, выбрался из машины. Но в тот роковой день Роберта ждало еще больше сюрпризов. Полицейский проводил Роберта до двери, избивчиво рассказал домовладелице Тиффани Хайден, как Роберт пешком преодолел 14 миль, чтобы помочь ей с переездом. Женщина была поражена его самоотверженностью. Когда прибыла остальная команда грузчиков, Роберт без устали принялся за погрузку коробок в фургон. Он был измотан, но продолжал работать. Затем Тиффани написала пост в Фейсбук, который взорвал всю сеть. Тиффани написала, что она всю ночь собирала вещи, чтобы все подготовить к переезду. Около шести утра раздался звонок в дверь. Это был офицер полиции. Он рассказал, что подобрал ночью на дороге одного милого парня. Этот милый парень, Роберт, сказал, что должен был помочь с переездом. Это был его первый рабочий день в транспортной компании. Полицейский рассказал, что накануне вечером у Роберта сломалась машина, и он не знал, как добраться до работы. Поэтому в полночь Роберт покинул дом и направился пешком к клиенту. Он шел всю ночь, чтобы добраться из Хомвуда в Пелхэм, потому что ему нужно было на работу. Тиффани была так восхищена решимостью Роберта приступить к работе, что открыла благотворительный счет, чтобы собрать деньги, необходимые ему для ремонта машины. Цель была на уровне двух тысяч долларов, но когда подписчики прочитали искренний пост Тиффани, первоначальная сумма была превышена на целых тридцать две тысячи долларов. Но вскоре действия Роберта привлекли внимание генерального директора транспортной компании Джеймса Марклина. Марклин немедленно сел в свой новый автомобиль и поехал в Хомвуд. По прибытии он вручил ошеломленному Роберту ключи. Роберт не мог поверить своим глазам. Генеральный директор компании только что подарил ему собственный автомобиль. Все это было слишком ошеломляюще, и Роберт заплакал. Он никогда раньше не испытывал такой доброты, так как все сообщество сплотилось вокруг него и подбадривало его. Образцовое поведение Роберта вдохновило тысячи людей, а оригинальная публикация Тиффани в Фейсбук с тех пор собрала поразительные три тысячи репостов и комментариев. Один из комментаторов написал «Я очень тронут путешествием Роберта. Впечатляет, как мы можем придумывать оправдания, чтобы что-то не делать. Но есть такие люди, как Роберт, которые не любят оправданий и просто делают это. И еще. Жизнь ставит перед нами сложные задачи. Роберт выдержал испытания, став добрым и скромным человеком. Я не могу представить, сколько раз во время этой одинокой прогулки по шоссе посреди ночи ему хотелось повернуть назад. Сколько раз он задавался вопросом, было ли это лучшей идеей. Но он шел, пока не добрался до места. С благоговением написала Тиффани. Преданность Роберта своей работе стала символом трудолюбивого человека, а его целеустремленность даже вдохновила на создание хэштега «Будь как Роберт» в социальных сетях. Но Роберт остается скромным и отмахивается от похвалы, говоря «Я просто шел на работу». Дорогие зрители, как вы считаете, заслуженно ли Роберт получил подарки? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.